Здравствуйте, дорогие друзья! Я доктор Олег Гитбинтер, и сегодня у меня в гостях известный гомеопат Роман Гучеминский. Сразу скажу, что с Романом мы не знакомы и даже ни разу не общались никаким образом, ну, за исключением нескольких сообщений, смс-ок здесь, в Инстаграме. Итак, я специально так сделал, не знакомился с Романом, Роман проявил инициативу, я подумал, почему нет. Мы будем говорить на теме гомеопатии, психосоматики, то есть, собственно, то, о чем я все время говорю, и мне всегда интересны люди, которые занимаются тем же самым, проповедуют знания о жизни, о том, почему мы болеем, что такое здоровье, в общем-то, все, что касается психосоматики и естественных натуральных методов оздоровления. Мне интересны всегда все точки зрения. Я не могу сказать, что я знаю, как правильно. Я человек открытый и нахожусь в постоянном движении. И поэтому, если кто-то, я буду ждать ваших комментариев, вот сейчас Романа подключу. Если у вас будут комментарии, пожалуйста, задавайте нам ответы. Сейчас ждем Романа. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я только что сказал, что мы лично не знакомы. Это вот наше первое живое общение, да, Витя? Да. Мы знакомы через разных людей. Может, как раз сегодня и упомянем их. Включая наших общих учителей, оказывается. Для меня это было очень интересным наблюдением. Но впервые наш эфир с вами. Получается, что мир тесен. А вы сейчас где находитесь? Сейчас в Израиле. Тогда манишма, как у вас говорят. Слава Богу. Я очень надеюсь, что и у нас скоро, и дай Бог, на всей планете, наконец-то будет мирно. И я уверен, что наш эфир этому будет способствовать. Ну, дай Бог, мы, в общем-то, в постоянной трансформации. Мы тоже ищем чего-то, меняемся. И чем больше будет людей, которые хотят мира не на уровне головы, но еще и на всех остальных уровнях. Как только количество будет достаточно, все перейдет в качестве. Именно так. Роман, расскажите, чем вы занимаетесь? Когда-то у меня вопрос на этот, ответ на этот вопрос был очень простой. Я гомеопат и занимаюсь гомеопатией. Со временем этот вопрос, чтобы не лукавить, нужно было воспринимать в другом и отвечать немножко по-другому. Знаете, Олег, я познакомился с вашим путем, и мне так приятно было наблюдать, что есть не просто похожие пути, но и нас все больше и больше на планете, которые приходят к одним и тем же выводам и приходят к мысли, что все, что ты не делаешь, должно быть холистично, особенно в холистической медицине. И я пришел в холистическую медицину через гомеопатию, и вместе с гомеопатией занимаюсь еще и другими методами. Кстати, некоторые из них очень смешны к тому, что вы делаете очень подобное, включая антропософию. И если вкратце, я помогаю, пытаюсь помочь человеку обрести здоровье. Здоровье – это не какая-то единица, это не нотнотурная точка, это не диагноз, а это очень динамичное состояние. И обрести динамичное фактически невозможно. И здесь парадокс такой очень интересный. Наверное, больше мы с вами пытаемся помочь человеку пребывать в динамическом процессе обретения здоровья, а он постоянен и оканчивается только с переходом нашим в другую форму существования. Поэтому от рождения и до последнего вдоха, выдоха, можно сказать, мы пытаемся трансформироваться, улучшаться. И на самом деле все, кто вокруг нас, даже если они этого не знают, даже если они меня осознают, и мне кажется, что это, наверное, самое увлекательное занятие на планете Земля – наблюдать за тем, как происходит трансформация, свидетельствовать выздоровление. Я недавно открыл у себя в клубе рубрику «Галерея исцелений». Я собираю там эти исцеления и из литературы, и из кинематографа, и из собственной практики, из практики своих коллег. Мне кажется, что свидетельствовать этот переход, лёгкий переход, как у Николаза Бораташвили в знаменитом «Синем цвете», помните, этот лёгкий переход в неизвестность от забот. И вот каждый раз этот переход в неизвестность от забот прошлого, у тебя появляются заботы настоящего. И тебе нужно опять что-то трансформировать, что-то творить. На иврите корень творить и здоровье один и тот же. То есть фактически здоровый человек, этот человек, который творит, на самом деле это человек, который открыл в себе Творца и становится частью Всевышнего, вернее, открывает в себе Божественное. Собственно, когда мы не занимаемся лечением какого-то симптома, синдрома, диагноза, а помогаем человеку в этом Божественном пути, познание себя, мира и возможности человеку проявить себя в мире, это и есть наша цель. Так что пока так. Вы знаете, я ловлю себя на мысль, что ко мне некоторые мои пациенты приходят и говорят, у меня тебя рекомендовали как гомеопаты. А я сразу говорю, как могли при меня такое сказать. Это не значит, что я как-то плохо или хорошо отношусь к гомеопатии. Да, я использую, правильно сказать, потенцированные лекарства или средства. Конечно же, действительно, я не являюсь гомеопатом в прямом смысле слова. Хотя вот моя коллега, может быть, вы ее тоже знаете, Наталья Родомская, есть у нас в Москве центр гомеопатический. Да, мы сотрудничаем с Наташей, конечно. Недавно выступал у нее на конференции. Ага. Она говорит, нет, ты гомеопат. Я говорю, нет, Наталья, я не гомеопат. Потому что, ну, просто существует такое понятие, классическая гомеопатия, у нее много адептов, и они очень даже ревнивы. Вот они говорят, надо использовать всегда одно лекарство при каком-то болезни, при симптоме. Но мне, если честно, этого не хватает, потому что меня всегда интересовали смыслы. Я был нормальным врачом, даже у меня был, могу, я не буду каяться, но в моей жизни было много антибиотиков, мной назначенных, стероидные гормоны. Я лично вводил людям и в суставы вводил, и около суставов, в общем, обкалывал. Ну, почему не каюсь? Потому что на тот момент я думал, это нормально, так правильно, меня так учили. Вам сложнее в Израиле, потому что в Израиле очень жесткая медицинская доктрина, и у меня все-таки есть тоже некий, как сказать, опыт израильский. Я, я жил в Израиле. Вот. И, да-да. Как-то мы не пересекались, я вас не встречал здесь. Но это было уже давно, хотел сказать, неправда. Нет, это правда было в течение пяти лет, но мы жили на севере Израиля. Такой есть городок, Нарье, знаете. Конечно, знаю. Мне очень там нравится, и там вообще все великолепно, но чуть-чуть для меня Израиль маловато, тесновато, если можно так выразиться. Но сейчас он становится все больше и больше, но территория, к сожалению, не расширяется, вряд ли расширится когда-нибудь. В этом отношении я вас очень понимаю, потому что, ну, для того, чтобы расшириться или как-то масштабироваться в последнее время не нужно, не обязательно быть привязанным к месту. я свою основную клинику, которая у меня была в Матгане, закрыл за два года до ковида еще, потому что перешел в основном на либо приемы онлайн, то есть это где-то 90, может быть 95 процентов, либо вот какие-то международные дела, которые не обязательно требуют клиники в каком-то конкретном месте. С этим намного проще, и вот технология сейчас, она, сколько бы мы ее ни хаяли, и да, мы сами знаем, что это не полностью заместитель человеческого общения, но когда кому-то нужно срочно первую гомеопатическую помощь сказать, вот то, что мы делали во время ковида, я открыл горячую линию, международную горячую линию, когда мы оказывали первую гомеопатическую помощь, это буквально по всему миру, у нас очень быстро, десятки гомеопатов присоединились из более 20 стран, и это даже, ну, было приятно использовать технологию на благо человечества, в данном случае, это кто-то обращается из Чили, или из Чехии, из Казахстана, или из какого-то аула в Грузии, вообще не важно, откуда, как и что, да даже из Израиля, из соседней улицы, вы знаете, что здесь секретные службы запрещали выход на улицу, и очень строго это контролировалось, это было очень жестко. Да, я знаю. Вот, так что, если твоя клиника через три улицы, а в Цент через одну улицу, неважно, или так, или так, слава богу, не запрещали пользоваться технологией, и вот мы, мы могли оказывать помощь, и это очень хорошо. У меня к вам вопрос, Олег, я вот сейчас выписался несколько вопросов. У нас с вами есть одна замечательная, знакомая, общая, наверное, для вас это будет сюрприз, Саша Серебренникова, Александра Серебренникова. Вы знаете, я так прям вот сразу моментально не вспомню. Ну, она очень теплая. у вас отзывается. Чем занимается? Она остеопатией занимается, и у нее замечательные цветочные эссенции, она делает свои собственные цветочные эссенции, очень мощные, красивые, работают в большом спектре, в очень широком спектре. Так вот, Саша, она может производить остеопатические сеансы онлайн. Я когда это услышал, у меня, конечно, это очень позабавило, но я человек открытый и задумался, может быть, в этом как бы что-то есть, ведь есть же филиппинские хирурги, ведь есть же шаманы, ведь есть же СРИ-специалисты, ведь есть... и здесь целый список пришел. У меня к вам вопрос, скажите, пожалуйста, а кинезиологию онлайн возможно или это не из той сферы, не из той... Абсолютно не из той. Дело в том, что остеопатия это одна из моих специальностей в России на медицинской специальности. Вот у меня было много медицинских специальностей, у нас есть сертификаты медицинские, но то, что ты специалист вот в этой сфере, у меня были сертификаты врача-учей практики или семейного врача, неврология и остеопатия в том числе. И это мой единственный сертификат, который на сегодняшний день еще действует. Поэтому остеопатия я хорошо понимаю, вообще в принципе понимаю, я много учился этому. Но начинал я с прикладной кинезиологии, но прикладная кинезиология это инструмент диагностики. Поэтому кинезиологические тесты, кинезиология это то, что я практикую как диагностический метод. А лечебные методы в том числе остеопатию. Если вот говорить про то, что можно ли работать на расстоянии, безусловно, можно. Потому что сама по себе остеопатия это не просто воздействие руками. Если, например, ну, мануальная терапия остеопатии это близкие вещи или хиропрактика или кайропрактика, там, смотря какие акценты делать, это достаточно бывают жесткие воздействия, такие резкие, трастовые, когда все хрустит, так, хруст, хруст, хруст. Или там иногда такие клипы бывают там по спине долбят кулаками, то остеопатия очень тонкое воздействие, практически незаметное. Пациент лежит на спине, берешь руки и исследуешь, или, как говорят в остеопатии, выслушиваешь его череп. Там нет механических воздействий, либо они минимальны, прикосновения. И основная работа происходит через энергию. Остеопат свидетельствует или наблюдает, что является синонимом то, что происходит в организме пациента. Если человек какой-то опыт имеет, а остеопаты это люди, которые много-много лет учатся, постоянно учатся, то нарабатывается этот навык чувствительности. Но одно дело, когда человек рядом, это чувствительность, но также можно нарабатывать навык работы с человеком, который является далеки от тебя. Ведь для информации, для энергии нет. преград. Это все происходит моментально. Поэтому мы можем свидетельствовать то, что происходит в организме человека даже на расстоянии. Поэтому прекрасно работает и на эту тему есть книга. Я забыл автора Мамома Кэрри «Исследуй свое тело». Нет, я боюсь ошибиться. Он как раз и приводит пример такой, что будучи остеопатом, уже опытным остеопатом, преподающим остеопатию, он по-моему американец. Я давно эту книжку читал, лет 7 назад. Он говорил о том, что бывало так, воздействие на крестово-подвздошный сустав оказывается и сустав никак не двигается, то есть нет никакой динамики. Но когда он начинал визуализировать этот процесс, визуализировать, наблюдать за ним, направлять туда энергию, то процесс пошел, даже воздействие руками. Но теперь мы можем говорить, что даже без всяких воздействий это можно делать. Поэтому да, безусловно, это вот принцип Гейзенберга, это теория двойной щели или принцип наблюдателя, объект, он зависит от наблюдателя, если совсем коротко. Поэтому мы наблюдаем то, что происходит. Мы никогда, остеопатия никогда ничего не навязывает людям. То есть нельзя заставить сустав двигаться или какие-то ткани, там есть такой термин рестрикция, фиксация, ограничение. Мы не можем наставить, потому что это получается мы против воли идем. Но когда мы просто наблюдаем свидетельством, процесс начинает разворачиваться. Поэтому да, можно на расстоянии. То, что я использую кинезиологические тесты, это я преподаю, и мы сейчас просто вместе с вами можем это сделать, может быть, кто-то из наших зрителей захочет вот простой кинезиологический тест. Надо два пальчика соединить вот подушечки вот так вот между собой, потом взять вторую руку и вот соединить тоже, но уже вот так вот, не просто колечко, здесь колечко, а здесь и вот так вот, чтобы пальцы проникли, и мы попытаемся разъединить кольцо. Попробуйте разъединить кольцо. Вот если вы не будете поддаваться, то есть давление идет на разъединение, если вы не будете поддаваться, то у вас кольцо будет держаться. Ну да, держится. Держится, держится. Да, но вы его не вынимаете, а просто попробуйте подавить, вот так, чтобы оно... А теперь подумайте о чем-нибудь не очень приятном, то, что в вашей жизни является таким не очень приятным воспоминанием. Кольцо начинает размыкаться. Как только вы входите в состояние условно-негативное, ну, относительно негативное, то вы начинаете терять энергию. И в этот момент мышечный тонус, он меняется. Психика связана с нервной системой, а нервная система регулирует мышечный тонус. Поэтому мы можем фиксировать, вот сила, и как только включилось что-то, слабость. Вот поэтому на этом принципе основана диагностика. Если мы говорим про какую-то болезнь, болезнь это энергетический блок, болезнь. Ну, если говорить об основателе гомеопатии Геннеман, он говорил, что это расстройство жизненной энергии. Хотя мне эта идея не близка. Вообще слово расстройство. Жизненные силы. Ну, расстройство здесь ключевое слово. А вот то, что мне не близко. Потому что, на мой взгляд, ничего в организме не расстраивается. Организм настолько совершенная система. И если мы говорим, что человек это часть творца, то, соответственно, никаких расстройств быть не может. И патологии тоже. Но при этом могут быть болезни. Болезнь это всего лишь адаптация к тому, к той ситуации жизненной, в которой человек находится, к тем состояниям, в которых он пребывает. Но если мы говорим о том, что здесь теряется энергия, то, соответственно, мы получаем слабость. И, например, если человек говорит, у меня что-то в животе происходит, например, какие-то несварения, боли, метеоризм, запор, я начинаю тестировать на расстоянии. Я сам себе говорю, окей, этот симптом связан с пищеварительной системой. С каким органом? И начинаю визуализировать человека, который со мной находится рядом. Я говорю печень и тестирую. Внимательно наблюдаю за проекцией печени. Даже если я не вижу его, печень же она вот где-то здесь. Даже если человек у меня вот так увижу, я печень, мы в одном поле. Соответственно, я тестирую печень, сила. Значит, дело не в печени. Желчный пузырь, сила. Окей, иду дальше. Желудок, сила. Поджелудочная, слабость. Значит, дело в поджелудочной. Дальше можно тонкий, кишечник, толстый и так далее. Знаете, Олег, я время от времени, я такой мечтатель. Я люблю воображать чего-то. Говорят, будь осторожным, потому что твои воображения могут стать реальностью. Кстати, когда-то, в самом-самом начале своей гомеопатической учебы, мне настолько понравилась гомеопатия, я настолько нашел себя. Мне это было настолько близко. И я мечтал уже тогда, в первые годы, организовать гомеопатическую больницу. И я видел, как это может быть, как это замечательно, как это. И, знаете, в какой-то момент я понял, что вся моя жизнь превратилась в гомеопатическую больницу. То есть у нас дома останавливались пациенты с семьями иногда. У меня не было ни выходных, ни перерывов. И, ну, когда ты молод, и когда семья позволяет, и когда, ну, в общем, можешь вынести это, это хорошо. В какой-то момент ты понимаешь, что это неправильно. То есть больница должна быть в больнице, дом должен быть дома. Семья не должна быть задействована на все 100%, там, кто входит в препараты, приготовит и дает. Вот, кто, ну, в общем, но тогда очень быстро вот эта мечта, относительно быстро она осуществилась. То есть моя жизнь превратилась в гомеопатическую больницу. Еще и со скорой помощью гомеопатической я выезжал, сопровождал роды. Мы выезжали здесь на первые вызовы и оказывали первую помощь и при терактах, и во время военных действий. И, к несчастью, здесь это очень востребовано, вы знаете. А вот, и к воображению или к тому, что хотелось бы видеть, мне видится какой-то идеальный целитель будущего, очень скорого будущего. И я с вами поделюсь, мне кажется, что это человек, который будет знать основу медицины обязательно, который будет знать основы холистической медицины и который сможет интегрировать в своей практике очень многие методы. Например, гомеопат сможет интегрировать кинезиологию и остеопатию, остеопат сможет интегрировать гомеопатию и другие методы. А вот, как вы думаете из вашего знакомства с гомеопатией, почему гомеопатия может быть полезной тем, кто занимается психосоматикой, остеопатией, кинезиологией? Где вы можете увидеть там эту связь? Хороший вопрос, и я с вами в этом плане совершенно согласен, что будущее именно за такими специалистами, и я лично очень много энергии и сил к этому прикладываю. Моя сейчас задача в жизни не просто принимать пациентов. Да, я каждый день, как я говорю, смотрю фильмы про людей. Когда я принимаю пациентов, это настолько захватывающий такой процесс, потому что ты начинаешь понимать, откуда ноги растут, вот откуда все это начинается. И это действительно прям вот, ну правда, иногда такие сюжеты, я их иногда записываю, иногда забываю. Ну в общем, это интересно. Мне еще, правда, за это деньги платят, я думаю, я счастливый человек. Да, мы действительно счастливые люди. Мы получаем удовольствие от работы и еще и вознаграждение за это. Да, и соответственно, конечно, может быть нельзя объять необъятное, но какие-то вещи, которые мне близки, вот я уже сказал, что остеопатия, и у меня есть кушетка или массажный стол, и я часто людей кладу на него, чтобы посмотреть и поработать немножко с телом. Действительно, действительно, тело вторично, поэтому мне не хватало всегда. Когда я занимался чистой работой с телом, в бытность остеопатом или мануальным терапевтом, вертебреневролог, у меня такая была специальность, когда я еще в официальной медицине работал, мне не хватало этого, поэтому я просто все время искал. Потому что бывает так, вот приходит человек, смотришь, одно плечо выше, другое ниже, голова повернута, таз скручен и так далее. Что ты делаешь? Он уходит там, через какое-то время он приходит снова кривой. Кто-то через два дня приходил, кто-то через два месяца, кто-то через два года, но все возвращалось. Мне все время интересовало, а почему? Ну, через два года понятно, а почему так меняется все? Я просто думал, ну, через два дня, если он приходит, все вернулось, но, значит, мы не доработали с телом. Я еще более интенсивно работал с телом, но потом понял, что дело все не в нашей физической оболочке, что есть еще тонкие структуры в организме, тонкие тела, и, конечно же, это субстрат для работы. И в этом смысле есть психология или психотерапия, просто в Израиле могут немножко и в России терминологии отличаться, психологи, психотерапевты. В России психотерапевт – это, как правило, врач-психиатр, а в Израиле психотерапевт – это, может быть, просто психолог, который прошел определенные кусты. Да, 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 я знаю об этом. Вот, и, соответственно, это все работы с энергиями. Чем занимается психология или психотерапия? Замена одним состоянием другими. Все очень просто. У тебя есть определенные автоматические такие паттерны поведенческие, привычки, блоки мы их называем. Ну, и на самом деле это все программа. И вот мы одну программу заменяем на другую. Есть определенные техники в психосоматике, психологии, психотерапии. Вот. Но то же самое можно делать с использованием гомеопатии. Это так издалека отвечает на ваш вопрос. Дело в том, что когда мы берем что-нибудь там, какой-нибудь Апис 200-й или Боритокарбоника, когда там много энергии в ней, 200-1000, и даем это, то же самое делает лекарство. Потому что оно несет ту энергию, которую организму требуется. Принцип гомеопатии подобное лечится подобным. Он очень хорошо взаимодействует с законами жизни. Потому что, на мой взгляд, одним из ключевых законов этого мира является подобное притягивает подобное. На уровне физики, наоборот, подобное не притягивает. Но на квантумовом уровне подобное притягивает в подобное. И принципы гомеопатические подобное лечат подобное. В общем, это близкие вещи. Поэтому для меня, вот почему я не люблю, когда меня гомеопатом называют, потому что я использую энергию, живую энергию или силу, как вы выразились. Ну, мне кажется, это синоним, и поэтому я так иногда могу силу, энергию. Но я не настаиваю. Мы используем вот эту энергию для того, чтобы трансформировать что-то в организме. Главное, чтобы был резонанс. А вот кинезиологический тест – это прекрасный способ видеть этот резонанс, не обладая какими-то невероятными гомеопатическими знаниями, не пользуясь помощниками, компьютерами, не прибегая к реперторизации. Я не пользуюсь никогда реперториумами. Я просто-напросто вот это подобие нахожусь полностью. Олег, вы знаете, одно из гомеопатических описаний первых в Библии было адресовано или связано с Моисеем. Я не думаю, что у Моисея был диплом гомеопатического колледжа какого-то. И вообще, человеку, который спустился с скрижалями, на которых были заповеди для человечества, я думаю, что это такой сертификат, диплом от Бога. И он использовал тоже этот принцип плечеподобное. Подобное, если вы помните, когда он уходил на гору Синай на 40 дней, чтобы общаться с Всевышним, а племя Израиля должно было ждать его внизу, когда он спустился с скрижалями, он увидел, что они створили золотого тельца. То есть фактически у них была возможность подняться из материального. Золотой телец — это символ материального. У них была возможность подняться, возвыситься, трансформироваться на более высокий духовный уровень. А они из-за страхов, из-за тревог, да из-за жадности в том числе не только остались, но ещё и погрязли в этом, ещё и задействовали соплеменников. И если вы помните, Моисей, во-первых, разбился с скрижали. Вот это в первый раз, когда он спустился. То есть там была вспышка гнева. Вообще всё, что связано с Моисеем или с пророками, мы читаем в священных текстах, это в основном эмоции огня. Сейчас мы можем, кстати, поговорить об этом. Это очень интересно с точки зрения повседневности. И он приказал растереть этого золотого тельца в порошок. И люди принимали этот порошок. Фактически это было приготовление гомеопатического препарата. Может быть, не столь тонко, как это делают сейчас современные гомеоптические аптеки или лаборатории, но это было так. Интересно, что телец золота, это вот жёлто-оранжевый, иногда даже до красноватого цвета, есть красное золото. И оно тоже связано с энергией гнева. Это красная энергия. И вот сейчас мы с вами говорили, каким образом избавляться от болезней, каким образом избавляться от того, что тебя ограничивает, принижает, унижает, укореняет, не даёт возможности вздохнуть, перейти на другой уровень. И есть разные способы. И вот целитель будущего, они, целители будущего, смогут вести себя наверняка более свободно, не будут привязаны к какой-то одной системе, к одному диплому, к одной школе. Не будет этих расприй, о какую школу ты заканчивал или к какому течению гомеопатов ты принадлежишь или как ты себя называешь. А самое главное — отработать эту эмоцию. Эмоция — это подарок судьбы, это подарок смысловой. Вы говорили о смыслах. И о смыслах вообще есть целая наука исцеления с помощью смыслов. Виктор Франко открыл логотерапию, когда говорил о смыслах. А я говорю сейчас о том, что можно находить смысл во всём, что происходит с тобой, даже в повседневности, каждый день. и видеть эти знаки судьбы и реагировать на них соответственно. Вот сейчас, если у кого-то из наших зрителей возникает какая-то эмоция, например, слишком болтливый лектор или цвет рубашки второго лектора слишком тёмный для кого-то, или почему один в наушниках, а второй нет, что за дискриминация, ну и так далее. Вот обратите внимание сейчас на вашу эмоцию. Любую эмоцию, которая у вас есть сейчас, это очень хороший навигатор, по которому можете определить, где вы сейчас находитесь. А почему вы здесь? Слушайте, ну что, у вас нечего, нечем заниматься, вы пришли послушать два человека, нашли себя, нашли друг друга, сейчас им интересно, а вы тоже здесь, вы пытаетесь найти свои смыслы, а смыслы свои можно найти даже в самой неинтересной ситуации, как бы внешне, внутри там же происходит работа, вы не зря попали сюда сейчас, не зря для вас это либо наказание, либо наслаждение. И вот эмоция, которая возникает, это ключ, это возможность настроить организм, это возможность избавиться от чего-то, что тебя притягивает вниз, и это возможность сделаться более целостным. Кстати, я читал, что вы занимались интенсивно антропософией, даже ездили в Германию и слушали лекции. В антропософии есть такое направление, которое я мечтаю интегрировать в практику гомеопатов, и не только гомеопатов, но и холистических медиков-целителей. Логика сердца. И там речь идёт о том, что вы узнаёте свою эмоцию, признаёте её, не обгоняете её, проживаете её. И здесь начинаются чудеса, потому что это не совсем психология или психотерапия. Когда вы узнаёте свою эмоцию, вы признаёте её, признав её, отпускаете её. После того, как вы отпускаете эмоцию, у вас появляется пространство, которое обязательно наполняется чем-то. И если вы обращаете внимание, чем вы наполняетесь, вы увидите, что это наполнение, во-первых, исцеляющее, а во-вторых, даёт вам возможность подняться на следующий уровень. не на заместительный уровень, когда вы долго смотрите на синее, и потом переводите взгляд на белый, вы видите там жёлтое. Если вы смотрите долго на красное, переводите взгляд на белый, вы видите зелёное. Так вот, красная эмоция, если её не отгонять, принять её, вместо неё появляется зелёное. Зелёное — это успокоение, это принятие, это природа, это естество, это не скорость, а постепенность. Но красное и зелёное — это из одной сферы. А вот если дать возможности красному и зелёному подняться, то тогда вы освобождаете сферу для духовного. И тогда туда начинает заходить нечто духовное, что, как вы ранее рассказывали, создаёт условия для исцеления, и нам, целителям, остаётся всего лишь свидетельствовать это исцеление. И нет ничего более трогательного, мне кажется, чем свидетельствовать это преображение. А вот такой смысл. Может быть, мы как-то сможем подготовить более практический эфир, имеется в виду более... Ну да, с какими-то элементами практики, чтобы показать, что это очень просто. И то, о чём вы говорите, кинезиология, меня очень интересует использовать её и на расстоянии, и сделать так, чтобы люди сами пользовались этими простыми, доступными методами. Понятно, что нужен специалист, что время от времени нужно ходить. К специалисту мы, в конце концов, должны же с вами деньги зарабатывать. А как мы сейчас всему научим? Роман, у меня один есть секрет. Я знаю, что если я научу каким-то вещам других людей, и их будет много, то и люди, пациенты придут к ним, то я буду ещё намного более богатым человеком. Ну, такое сумасшедшее богатство, наверное, мне не грозит. У меня судьба такая. Ну, так, чтобы не задумываться о том, сколько ещё стоит, это вполне реально. Так я как раз, да, мне очень нравится, что мы с вами на одной волне, и мы как раз об этом и говорим. Здесь вопрос в том, чтобы успеть отдать. Мы все благословлены знаниями, умениями, опытом. И без ложной скромности даже ребёнок, который рождается сейчас, он с самого начала может отдавать. И чем больше мы отдаём, это не какая-то коммунистическая сказка или устав комсомольской организации, давайте делать то-то и то-то. У нас сердце так работает, но не может принять, если ты не отдаёшь. Нас лёгкие так этому учат. Мы дыхание, мы набираем что-то, потом обязательно пауза должна быть, а потом мы отдаём. Причём мы отдаём не то, что взяли, а обязательно трансформированное, преобразованное. И мы отдаём. Чем больше мы отдаём, тем больше у нас возможностей получить. На этом основаны и каббала, и другие исторические течения. По поводу отдавать или брать, просто нужно быть всегда в балансе. Многие обращаются, особенно коллеги, очень многие гомеопаты, вы знаете, они настолько много отдают, что они истощают себя. По роду деятельности ко мне многие коллеги обращаются. и вот они могут научить других, как вести здоровый образ жизни, как следить за собой. Пять основных компонентов здорового образа жизни проверяют и отсылают алгоритмы и навигаторы, а сами приходят истощёнными, потому что на себя времени-то не хватает. А желательно, чтобы хватало. Мы с помощью кинезиологического теста очень часто проверяем наличие баланса в тех или иных отношениях. В принципе, мы же живём не в вакууме, мы постоянно взаимодействуем с другими людьми, и вот насколько мы способны отдавать и что-то брать, насколько есть баланс, настолько наши отношения складываются. Это относится в отношении к семье между мужчиной и женщиной, например. Ты не можешь всё время отдавать или не можешь всё время брать. Всегда возникает дисбаланс, а за ним напряжение. А напряжение всегда распределяется на всю семью. Неважно, кто из вас более отдающий, кто больше отдаёт, тому не лучше. И тот, кто больше получает, тот может чувствовать себя должником. И это не вопрос денег, которые ты взял там где-то у кого-то в банке, например. С банком проще. Взял деньги, отдаёшь деньги банку. А когда ты отдаёшь время жизни человека, человек на тебя тратит время жизни, то ты ему тоже должен дать жизнь. И быть должником жизни или времени жизни – это тяжёлая задача. Поэтому у человека возникает напряжение и тот же самый гнев, злость или ярость. Это в отношениях мужчины и женщины очень часто прослеживается. Баланс на самом деле вещь очень подвижная и его трудно соблюдать абсолютно. Нет таких людей, которые в абсолютном балансе. Но если более-менее баланс есть, то хорошо. То же самое, например, на работе. Есть работодатель и есть работник. Работник отдаёт свой труд, работодатель ему даёт деньги, какие-то ещё блага, социальные какие-нибудь. Здесь тоже должен быть баланс. Ну и, естественно, врач-пациент. И когда врач-целитель отдаёт больше, чем получает, это серьёзная-серьёзная сложность. Потому что целитель устает. А пациент, самое страшное, не выздоравливает. Потому что врач-целитель делает для него гораздо больше, чем тот платит. Поэтому очень важно этот баланс соблюдать. Понятно, что не надо копейки подсчитывать там, чтобы прямо тютелька в тютельку всё сходилось. Это не такая уж чёткая бухгалтерия. Но в целом должно это происходить. Иначе, вот как подсказывают, сейчас я увидел комментарии, обесценивание происходит. Да, я тоже обратил внимание, и меня сразу же зацепило это слово. Абсолютно верно. Обесценивание. Пациент перестаёт ценить то, что ему дают. И более того, он потом начинает рассказывать, что вот здесь вот дают бесплатно или очень дёшево. И это очень вредно для пациента, прежде всего, потому что это ему не помогает. Знаете, почему иногда некоторые целители, врачи отдают больше, чем получают? Гордыня не даёт. Гордыня. Мы не привыкли гордыню использовать в таком контексте, но здесь получается собственная никчёмность, собственная убогость приводит к тому, что мы начинаем себя обесценивать и давать гораздо больше, а пациент не может принять это всё. Берт Хеллингер на эту тему тоже писал, что помогать другим это искусство. Мне очень нравится его книжка «Порядки помощи». Там в самом начале написано «Помогать другим – это искусство, и нужно давать помощь, оказывать ровно в том объёме, когда это будет реальной помощью, а не медвежьей услугой». Да, в его книге «Порядки любви» много примеров как раз на эту тему. И вы знаете, я когда-то встречался на сененале здесь в Израиле с правой рукой Берта Хеллингера, доктор Майер. Вот, мне посчастливилось наблюдать, как он работает, учиться у него. И однажды я сидел прямо вот возле него во время расстановок, и он говорит, «Ну что, у нас есть время, давайте сделаем ещё одну расстановку». Вот, и я как-то с такой лёгкостью говорю, «Ну, пожалуйста, может быть, я». Вот, и там было очень много знаков, смыслов, и один из них был следующий. Я когда уже после расстановки поблагодарил всех участников, как это делается в конце, вернулся к доктору Майеру, и я ему говорю, я хочу вас особенно поблагодарить, потому что то, что я увидел за этих несколько дней, неделю последнюю, меня всклыхнуло, я увидел вас очень доброго, отзывчивого, душевно богатого человека и так далее, и так далее. То есть я там говорил, какое-то время, он подробно записал это всё, и потом сказал мне фразу, я её раньше читал, слышал, но она не стала частью меня, а вот в тот раз стала. «Роман, вы видите во мне себя, всё, что вы сказали, это о вас. я очень рад, что я смог вам это показать». Я был потрясён. И очень часто, когда ты показываешь другому какие-то вещи, которые в нём есть, он тоже может быть потрясён и будет благодарить, но когда ты с одной стороны скромно, а с другой стороны со знанием дела, говоришь «всё, что ты видишь во мне, это действительно ты». И чувствуешь это, тоже вспоминается ещё такое наблюдение, предположение. я когда-то сказал на одном из моих семинаров, что все мы помогаем друг другу носить зеркала. Мы зеркало-носцы. И в зеркале другого мы отображаемся. Матерпософии вообще говорят, что без другого «я» не будет моего собственного, в котором я отображаюсь и могу развиваться. и если я отображаюсь в другом, то это большая помощь. Но сейчас задача не только зеркалить. Сейчас нужно в том этапе развития человечества, когда нужно не только показывать зеркало, но ещё и помогать просыпаться и помогать делать какие-то действия, шаги. не как вначале вы подчеркивали не причинять добро, но способствовать созданию атмосферы, обстановки, в которой человек может проявлять лучшую версию себя. И об этом так много говорится в последнее время. Пространство заполнено этим. В ютубе есть столько информации. Пожалуйста, заходи бесплатно, бери. А ты не можешь этого взять всего, потому что в ютубе у тебя создаются часто условия, когда ты берёшь, но ты не отдаёшь. Тебе обязательно нужно находиться в сфере, где ты берёшь и даришь. Кстати, я видел один из подписчиков в самом начале спрашивал о Шунгите. Мы в прошлом году провели международный гомеопатический прувинг Шунгита, такой глобальный, впервые в мире изучали очень глубоко это, начали изучать глубоко это явление. Шунгит это не только некое химическое явление, это нечто, что посетило нашу планету 700 миллионов лет назад. Это комета, которая принесла откуда-то издалека огромный запас энергии, информации, новых химических элементов и даже микробов. И всё это в Карелии, и всё это до сих пор, это единственное место в мире. я очень советую во-первых познакомиться с явлением Шунгита. Мы сейчас его очень глубоко изучаем. И вы знаете, Шунгит, исследование Шунгита нас научило вот этим взаимоотношениям, когда человек может отдавать только после того, как он берёт что-то. И Шунгит, кстати, защищает всех нас. Вот у меня на мобильном телефоне шунгитная полосочка от электромагнитных излучений. Шунгит может защищать нас именно потому, что он привнёс огромное количество всего на планету, поэтому он может и забрать с планеты, снять отрицательное, снять ненужное. Его кто-то производит как гомеопатические лекарства? Да, есть как гомеопатические препараты его производят и есть в гомеопатических аптеках. Мы создали гомеопатическую частоту шунгита впервые в мире. Частота это аналог гомеопатического информации, которая переносится с помощью звука, не с помощью горошинок, а с помощью звука. И у меня уже даже есть несколько случаев шунгита, когда человек случайно, не случайно, знаете, как говорят, вы же знаете, вы приходите на какой-то семинар, изучаете новое средство или новый подход или новый способ, и на следующий день приходит человек, которому нужно именно это. Он годами изглал. Это вообще классика просто. У вас тоже такое было. А мне интересно, с гомеопатической точки зрения это легко объяснить. А вот как вы объясняете это? Понятно, что мы не просто так приходим на этот семинар, на обучение, знакомимся с чем-то. Мы уже готовы к этому, у нас уже есть доминанты, и подобное нас притягивает к этому подобному. Соответственно, чтобы подкрепить и каким-то образом прожить этот опыт, нам сразу же по принципу подобия все это прилетает. Есть же простая поговорка «то, чего боишься, то и происходит». Соответственно, здесь то же самый принцип. Да, это принцип закон резонанса, закон зеркал, ну, слово зеркало здесь не совсем подходит, резонанса. Да, внутри у нас есть что-то, мы все существа энергетические, вот это не нужно забывать. Вот, медицина, она, к сожалению, слишком материальна. Вы сказали про золотого тельца, я так глубоко Тору не изучал, вот, поэтому подробностей не знаю, но смысл в том, что то, что мы не просто физические тела, это однозначно. Соответственно, с нами не может происходить только материальные вещи. И вот этот пример, это вообще и во всех остальных сферах жизни постоянно происходит. Нам все время давит на нашу больную мозоль. если мы пришли в этот мир прожить определенный опыт, если он очень важен, то он обязательно случится. И даже самые трагичные, самые страшные, по-человечески страшные вещи, они будут с нами происходить. И этот опыт, его не избежишь, потому что, может быть, ради этого мы и приходим на землю. Другое дело, что не все люди могут брать на себя ответственность или просто понимать, что с ними происходит. Находить смыслы, как Виктор Франкл, человек в поисках смысла. Если ты понимаешь, что все в этом мире со смыслом, даже самая мелочь, она все равно со смыслом, то тогда тебе намного легче жить. Это вообще просто облегчает жизнь. Тогда ты понимаешь, что все эти так называемые пандемии, все войны, все землетрясения, все цунами, они все имеют смысл. И, конечно же, я сторонник того, чтобы с этими смыслами разбираться. Да, и эти смыслы, они заложены в... Мы же можем их читать, узнавать. Вот вы говорите о золотом тельце и о медицине. А в слове медицина тоже два элемента химических, медь и цина. И если медицина заточена или обращает внимание только на химию, только на физику, это одно. А если вот как сейчас задают вопрос, оказывается, мы производим цветы... это вопрос по цвету баха. Я сейчас чуть позже отвечу, если еще будем. А если обращать внимание не только на физическое и химическое, а на суть, на смысл, да, то тогда выглядит это все по-другому и ведет себя это все по-другому. да и жизнь, не только цвета меди и цинка, она совершенно разноцветная, как многоцветные цветы. Вот здесь вопрос. Роман, Олег, вы оба производите цветы по типу цветов баха, и у вас есть лиловая и сиреневая обоих. Сравнивал кто-то их действия? Ну вот у нас сейчас как раз на прошлой неделе прошел первый такой большой я даже не сказал, что это не эксперимент, а оно получилось так, что это исследование, эксперимент и совместное прослушивание лиловой сирени в виде чистоты и к нашему удивлению, поражению, если в первый раз белую сирень пришли послушать в 150-м 200 человек, то сейчас уже около 800 и количество откликов, отзывов и то, чем мы можем научиться, оно просто велико, благодаря и я думаю, что мы даже создадим, проведем такой совершенно открытый, бесплатный вебинар на эту тему, потому что много очень информации, хочется поделиться и Олег, я с удовольствием вас приглашу, тем более, что вы наконец-то вспомните Александру Серебреннику, вы наверняка ее я уверен, у меня просто иногда на имена и фамилии память плохая, да, и что еще хотел в двух словах сказать и предложить, я обычно не так спонтанен, но я буду очень рад, если вы примете участие в нашем базисном курсе по гомеопатии, Олег, я вас приглашаю наверняка тем, кто будет заниматься гомеопатией, очень важно и интересно освоить основы психосоматики, я уверен в этом, потому как это не просто знать первую гомеопатическую помощь при каком-то состоянии, ну, несколько примеров, давайте приведем, женщина вышла из своего офиса и начала очень сильно кашлять, по дороге домой позвонила ко мне, что случилось, я не смогла высказать начальнику все свое негодование по поводу того, что он себе позволил на совещании в присутствии других. Гомеопатический препарат стафизагрия, который помогает с одной стороны, потому что ты знаешь, что человек, подавивший гнев, подавивший негодование, с точки зрения психосоматики начинает заболевать. Вот этот гнев, вместо того, чтобы выпустить его и заменить чем-то другим, мы говорили, красное, сначала заменить на зеленое, а потом и красное-зеленое поднять, чтобы там появилось что-то духовное. А она подавила, и у нее возник сильный кашель. Еще один пример, если мы говорим о гневе, как-то ко мне позвонил один очень близкий родственник и сказал что-то такое, что вызвало во мне сомнение в моей компетенции, с одной стороны, а с другой стороны, негодование. Как ты можешь это сказать? Я, конечно же, промолчал, я же умею подавлять эмоции, я же не просто, вот, ну, умел, сейчас надеюсь, что умею меньше. и через несколько минут я очень серьезно порезал палец, прямо, реально, серьезно, консервной банкой. Стофизагрия. Гнев, негодование подавлено, невыпущенное, и мы будем искать в материальном мире что-то, что выпустит из нас этот гнев. если мы умеем эти эмоции отрабатывать, нам не нужно разрезать себя, нам не нужно травмировать себя, нам не нужно зажимать что-то, чтобы с кашлем выталкивать это со скоростью 60 км в час, как обычно кашель выбрасывает воздух, а нам нужно научиться бережно относиться к себе, и я уверен, что вот знания по психосоматике будущим гомеопатам, которые будут проходить у нас курс, у нас завтра как раз такое первое событие, мы рассказываем, что это за курс, что это за гомеопатия, и как. Я буду очень рад, если вы посетите нас и будете преподавать у нас психосоматику. Ну, психосоматика, она огромная, она даже ни в какой курс не влезет, она должна быть растянута на годы, но я так думаю, что мы какие-нибудь найдем идеи, подумаем над этим, потому что действительно, это настолько все взаимосвязано, и люди, которые пришли и называют что-то гомеопатией или натуропатией или цветами Баха, люди ведь как устроены, мы всегда говорим нечто, но подразумеваем очень часто другое или множество другого. Когда мы говорим деньги, у меня их мало, мне не хватает, то мы не всегда имеем в виду именно деньги, а состояние, которое связано с этими самыми деньгами. Или там мы говорим страна, и под стороной у нас, я, например, расскажу про Израиль, но я буду говорить не про Израиль, про свое восприятие Израиль, но я буду иметь в виду кучу всего из родовой системы, из прошлых жизненных инкарнаций, еще всего, но это я назову Израиль. И мы можем спорить, что в Израиле хорошо, что плохо, там жарко или холодно и так далее. Вот у меня с Израилем всегда ассоциация это холод. В России скажут, это ненормальный, может быть, это не экватор, но это же одна из самых жарких стран. Нет, у меня вот пять лет это борьба с холодом, потому что мне израильтяне говорят, да что ты там, в Израиле что там, три недели у нас холод. Я говорю, нет, чистых четыре месяца. Декабрь, варь, февраль, март. Здесь же не топят, как это, ну как, подсапливают. Все настолько субъективно в этом мире, потому что мы сами люди глубоко неосознанные и уровень осознанности у нас очень небольшой. Десять процентов это максимум, а так и три, и пять, и шесть может быть. Вот, поэтому, конечно же, люди, которые пришли за гомеопатией, я снова возвращаюсь к теме, они, естественно, интересуются смыслами, их всех интересует выздоровление, исцеление, не только на физическом уровне, но и на духовном. Ну, собственно, мы все люди, и мы пришли максимально хорошо прожить эту жизнь, по моему мнению. Да, и вот и гомеопатия, и остеопатия, и все холестерические методы, они как раз способствуют этому, и мы живем на планете, где они существуют, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. И еще один маленький, маленький комментарий. Я прочитал в одном из комментариев здесь вверху, какое поле мы создали. Я думаю, что мы с Олегом не могли бы создать этого поля без участников эфира, которые нас слушают, смотрят, и не просто подпитываются, а питают это поле, во-первых. Во-вторых, я хотел бы посоветовать обратить внимание на ваше состояние сразу же после эфира. Не спешите, остановитесь, подышите и запишите какие-то изменения. Вы увидите, что сейчас будут изменения. Особенно, если осознанно подойти к этому вопросу, обратите внимание на то, что с вами происходит. это не чудеса. Это легко объяснимо. Дайте время своему здоровью подняться на более высокий уровень. Ну, я уверен, что если у вас будут какие-то вопросы, то главное их задать. Вселенная-то слышит всех, кто задает вопрос. И ответы приходят в виде смыслов, в виде бесед, в виде эфиров. Олег, спасибо большое, что пригласили. Роман, спасибо, что за участие, за нашу встречу, за нашу беседу. Я принципиально не хотел встречаться заранее. Мне хотелось полной импровизации и полной спонтанности. Ну, так интереснее. Я думаю, что у нас получилось. Спасибо всем нашим слушателям, зрителям. И тот, кто будет записи смотреть, мы это, конечно, сохраним. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания.